Дорогие друзья и зрители нашего канала, я вас рад приветствовать. Меня зовут Дмитрий Александрович, консультант по подбору недвижимости в городе Сочи. Сегодня у нас на интервью будет Марина со своей дочерью. Даша, да, если я не ошибаюсь, зовут? Да. По нашим данным, по всей России. Поэтому сразу хочу сказать в начале интервью, если вы пострадали от компании Unix, либо от иного недобросовестного застройщика, или риэлтора города Сочи, пишите, звоните по номеру телефона, который вы видите в левом нижнем углу экрана, и мы направим вас в правоохранительные органы и окажем всяческую поддержку, соединяем с компетентными людьми. Это не будет стоить вам ничего. Это абсолютно бесплатно. В самом начале также хочу вам перечислить комплексы, потому что многие потерпевшие ко мне обращаются, исходя не из того, что они слышат компания Unix, а исходя из того, что они слышат тот комплекс, в котором они приобретали недвижимость. Поэтому у Unix было 11 жилых комплексов, я сейчас еще раз их перечислю, а также перечислю тех лиц, которые принимали по договору займа денежные средства. Потому что несколько потерпевших ко мне обратились, именно те лица, они открыли свои договоры займа и увидели, что, собственно говоря, я назвал фамилию того человека, который с ним заключал этот договор. Итак, жилые комплексы. Брали деньги. У нас еще есть, собственно говоря, директор всей этой истории, значит, и я не помню, назвал я Шилов Александр Николаевич, и, собственно говоря, сам директор Трахимчук, господи, отчество забыл его. А, Вадим Борисович, да? А, Вадим Борисович, да? Вот, в принципе, где купили, когда узнали, у кого купили, за сколько купили, как узнали, что не строится, ну и вот, в принципе, вашу всю историю. Спасибо, я передаю вам слово. Здравствуйте, Дима, Дмитрий. Во-первых, вам привет из Москвы. Мы в Москве, живем в Москве. Я, как бы, коренная москвичка, аж седьмого колена. Ну, вот. Ну, человек я, как бы, советско рожденном в Советском Союзе. Вот. И все, что, как бы, мы приобрели, это все с тех времен. И, ну, по жизни у меня сложилось так, что у меня родилась девочка. После прививки у нее были осложнения. И, как говорится, в семье род ребенок с особенностями родительства. Вот наша Дашенька. Я не знаю, так видно. А, да, видно. Все видно, да. Колясочки у нас в настоящий момент. Вот. И, ну, это трудно объяснить все вот это. Это каждый день у нас преодоление. Каждый день что-то. Это такие детские ангелы. И я немножко хочу рассказать предысторию, как я вышла. Вот. Почему я захотела купить квартиру в Сочи. Вот. 25 лет я каждый день прилагала безумные усилия, чтобы Дашь поднять вообще, ну, на ноги. И я это сделала. То есть, каждый год, два раза в год мы ездили в Адлер, в санаторий Южное Зморье. И проходили там курс лечения. Но, помимо этого, здесь были реабилитации, была лозь. Ну, в общем, что только не было. Каких не было только реабилитационных центров, была лозь. Но, больше всего, нам помогали в Адлере. И, да, я добилась того, что Даша у меня за руку ходила хорошо. До поры до времени. То есть, два года назад. Перед этим мы потеряли папу. Трагически погиб у нас папа. И мы остались одними. И, наверное, у нас была дача. Дача – это Завидово, где все наше правительство рядом с Волгой. Третий соток участка. Дом со всеми коммуникациями. Закрытый бассейн на участке. Ну, уже не говоря там о маленьких там всяких старайчиках. Домик, бойлерных. Ну, в общем, хороший, совсем удобственный дом на большом земле. И я совсем с этим осталась одна. И приходилось ездить и на дачу, и в Адлер. И, в принципе, в какой-то момент я, наверное, надорвалась от всего. У меня произошел отрыв хорда от клапана. В общем, меня спасал доктор, дай бог ему здоровья, Анатолий Молочков. Он просто зашивал мое сердце. Восемь часов. Я какое-то время пришла в себя, через полгода. И происходит несчастье с Дашей. В общем, ну, она, конечно, с особенностями, но все остальное у нее как у всех. Там были проблемы с животиком. Она шла, упала и больше на ножки не стала. В общем, была операция. Я ее опять выхаживала очень долго. И опять мы поехали в Адлер. Приняла такое решение. И купить квартиру в Адлере. Потому что путевки бесплатные практически не дают. То есть мы ездили все время, ну, чаще всего за свои деньги. То есть за все время нам раза четыре дали путевки. В остальное все это было за наш счет. И после Олимпиады все это стало из года в год дорожать. То есть вот в прошлом году мы по цене, мы ездили, это было 30-20 тысяч. В этот год, вот на следующий год я бронировала на месяц путевку. Это 500 тысяч, полмиллиона. И просто я приняла такое решение, что мне надо продать дачу, потому что я уже не отправляюсь. И купить что-то в Адлере, чтобы спокойно как бы пребывать там время. Причем я могла бы долго очень, до осени глубоко находиться там. И даже это хорошо. Потому что, ну, здесь по снегу, понимаете, гулять, одевать. Ну, по-любому там ей комфортно. И мне это комфортно. Вот. И я сначала выставила дачу 6 миллионов. Ну, поскольку была срочная продажа, потому что недвижимость у вас дорожала. И я хотела успеть до этого подорожать. Мне, кстати, вот, я не знаю, могу ли я вам показать. У меня осталось вот объявление. Моя дача. Видно? Да, продаю. Да, вот продаю. А сама картинка вот. Видно? Да, видно. Вот такой дом. 30 соток у часа. Вот он еще в каком ракурсе, видите? Большой. То есть, да. С газом совсем-совсем-совсем. Я придаю 4 миллиона и срочно еду. Это в прошлом году было весной. 21 год. То есть, я как бы покупала что-то, пыталась купить в два этапа. Весна-осень. И то, что мне предлагают за эту цену, у меня, конечно, надо было сначала это принять. Ну, началось с того, что я еще до поездки подобрала ряд объявлений на Авито. И там были, в принципе, доступные такие квартиры, все хорошо. Но когда я звонила, это оказывалось просто фейс. Обыкновенный фейс. На меня просто сразу набрасывались релторы, которые что мне только не предлагали. от гаражей, обыкновенно, двухэтажных гаражей. Но мы, кстати, хорошо обставлены, все хорошо сделано. Но по документам это одна членская книжка. Как это она называется? На гараж. Это даже не собственность. Это товарищеская, вот эта гаражная. Кооператива, одним словом, да. Да, да, вот все документы. Я говорила, ну как же так, причем приезжал один релтор, другой. И вот я из санатория моталась, смотрела гаражи. Я говорю, ну как так вот, ну что, ну это же вообще без документов. Сегодня, завтра снесут, нет. Вот амнистия, и все будет нормально. Сейчас вам все этот директор кооператива возьмет у вас все документы и все оформит. Ну, слава богу, уже до этого у меня ума не хватило купить этот гараж. Вот. И дальше как бы, ну что, какие-то апартаменты. Опять же, по каким-то непоясным документам. Какие-то по подвальным помещениям, 16 квадратов, где маленькое окошко. Ну, то есть, это вообще как-то не для нас. И поскольку ограничения были, то, что мне нужно было обязательно, либо лифт, либо первый этаж, то, ну, у меня, конечно, было тяжело все вот с этой подборкой. И весной я все это оставила. И осенью я продолжила поиски, посмотрев много роликов уже по продаже, что вообще продают. Я смотрела ролики Павла Морозова. Он как раз много говорил о ЮНИК. Выставлял, вот, показывал их мне ЖК, и все так было красиво. Вот. И в какой-то момент я поняла, что мне надо выходить на застройщика. Потому что во всех агентствах недвижимости, где я была, продавала тут же ЮНИК. Но цена была, естественно, завышена. И завышена намного. Далее, осенью, я тоже продолжила все знакомства с релторами. И знакомства со всеми апартаментами, там, все, что мне предлагали. Вот, знаете, я вам честно скажу. Я среди вот всех посвечала очень хорошего. Дмитрий Крупнов. Вот, если он меня слышит, Дима, я тебе так благодарна вообще за все, на который единственное мне предлагал что-то конкретное, хотя не в самом адресе. И, в общем, у меня уже время подходило к концу. Мы должны были уже уезжать. И получилась такая ситуация, что мы шли и гуляли как раз на улице Павлика Морозова. Морозова был недостроенный дом. И висел огромный баннер от застройщика фирмы ЮНИК. Я записала телефоны, сайт, зашла на сайт, смотрела. Мне все там на сайте вообще все безумно понравилось. То есть сайт европейского такого уровня. Там не релторы, там брокеры работают. И вспомнила все эти ролики Павлика Морозова. И я решила туда позвонить. То есть позвонила я туда сама. Мне тут же прикрепили Веронику Воеводину, которая предложила мне все объекты, которые, в общем-то, у них есть. И мы с ней ездили на просмотр этих объектов. В общем-то, по деньгам и ко всему. Меня вот устроило это село Черешня. Там новое веселое. Голая земля. На котловане. 25 квадратных метров. Тираску обещали в подарок. И продали они. Конечно, я все. Я объяснила ситуацию, Вероника, свою. Я сказала, что это мои последние деньги. Что в эту свою удачу я вкладывала все, что у меня есть. Что девочка у меня такая. У меня вот как бы она настолько меня уверила, что все хорошо, что они такие честные. Что они вот на православную сдали дом. И я туда поехала. И дом действительно был сдан. И я разговаривала с жильцами. И детишки там во дворе бегали. Вот. И единственное, что когда я ее спросила, Вероника, а вот что ты, ну, ниже к морю есть что-то поближе, вот, чтоб не горится и местность была. Она мне говорит, что вы говорите. Вот у нас шесть объектов, и пока мы их не сдадим, мы ничего больше покупать вообще не будем. Это я только сейчас узнала, что объектов ЖК вообще 11, а не 6. Когда они там успели еще прикупить, я не знаю. Вот. И в тот день, короче, мы должны были приехать в ОСИС, оформить договор. Но получилось так, что они застряли в пробке. Но они позвонили, сказали, а на следующий день я улетала. И мы договорились так, что она мне пришлет вот эти шахмати, где я была в том месте. Мы выберем квартиру. Я оставлю залог онлайн. И, значит, я приеду в Москву. У меня будет еще 19 дней там все обдумывать. И будем работать с Айландом. Значит, я перевела 50 тысяч. Мне тут же прислали договор, подписанный таком чеком, с такими печатями от фирмы Юник. И, значит, расписка в получении денег этих 50 тысяч, что мне выделяет такая-то квартира, что мне терраска при этом как бы дарится от застройщика. В общем, развод, конечно, такой. И что у меня есть как бы вот 19 дней, что я должна пережить и оставшуюся сумму. То есть там расписка в получении денег, договор займа опять же не 50 тысяч. И соглашение, договор, соглашение к договору. В Москве я уже, конечно, более так тщательно стала. А, я попросила еще прислать мне договор, копию договора, которого я должна подписать. И вот тут вот как бы вот началось самое у меня интересное. Когда они мне прислали вот этот договор займа, причем я несколько раз ее спросила, это будет статус квартиры? Мне сказали, да, это будет статус квартиры. Потому что я несколько раз отказалась от вот именно жилых помещений. Мне хотелось, чтобы это был статус квартиры, чтобы это был договор купли-продаж. Мне присылают вот этот договор займа. И к нему вот такое вот соглашение. Я, значит, стала звонить там. Я позвонила вот Диме этому Крупнову. И он единственный, который стал меня, ну, как бы, отговаривать от этого. Он прислал, как бы, мне приговор его юриста. Но в этом, как бы, в ее послании мне не было сказано, что я могу потерять вообще деньги. То есть там, да, она указывала, что могут быть двойные продажи, что в конечном итоге мне вернуть просто деньги или в всяких процентах и без квартиры. Я осталась здесь. Я и в московске юристы вообще просто здесь сказала. У них были квадратные глаза. И, да, еще вот такой особенный момент. Значит, мне было сказано, что все Сочи, почти все Сочи, работает вот именно под таким вот договором займа. Кстати, я это слышала и от других риэлторов. Вот. И что, ну, понимаете, нам Москва не указ, у нас здесь свои законы. Кстати, это я тоже слышала очень много раз, и меня это как-то напрягало немного. Вот. И один человек здесь, в Москве, дал мне телефон директора очень крупной компании, строительной Сочи. Говорит, с вами он такой мужик хороший, поговорите мне. Ну, он строит такие Сочи именно в самом городе, многоэтажные дома. Я не буду называть его фамилии, ничего. Я ему позвонила, мы с ним поговорили. Он мне, кстати, очень хорошо отозвался о Вадиме. Он сказал, что он знает эту фирму, что он 6 лет на рынке и пытается выйти в лидеры, как бы, застройщиков. И по поводу договора займа, что тоже он является целевым договором. И что действительно, что очень многие очень застройщики работают по этому договору. Ну, в общем, и что у Турхомчака Вадима очень солидный и влиятельный покровитель. И что вроде как все, вот что вот он на сегодняшний день может сказать, ничего он плохого там не видит. И судя, вот Вероника меня постоянно переключала на их юристов. Там у меня вопросов было просто масса. Как мне объяснили, я говорю, ну давайте закручим хотя бы договор подряда, потому что, ну договор займа меня как-то вообще не устраивает. Они говорят, вот понимаете, вот сейчас мы вот дом построим, потом мы его будем, когда на долю бедить, то все это вот у вас уже будет вот полноценный договор купли-продажи, будет там и это, и будет все. То есть вот на любые мои вопросы они меня соединяли с этим юристом. И он мне вот всячески как бы вот, понимаете, все так вот толково объяснял, что я действительно поверила. И, значит, вдруг мне, значит, она говорит, все, вы завтра должны перевезти деньги. То есть либо сегодня вечером, либо завтра. Я говорю, ну как, прошло только 14 дней, а у меня 19 было. То есть я хотела все-таки еще подумать. А она мне говорит, нет, вот так и так, вот как-то они так вот хитро посчитали, что у меня все сроки уже подходят к концу. А я говорю, ну тогда, может, возвращайте мне эти 50 тысяч и все. И тут мне сказали, нет, 50 тысяч мы вам не вернем, потому что вы заплатили это как вот залог, за эти дни мы бы могли бы продать там вот ваши квартиры и уже там все. Ну, я уже поняла, что 50 тысяч мне никто не вернет. Вот, уже села, ну, вроде поставил все плюсы и минусы. И вариант, понимаете, был хороший, вариант был очень бюджетный. Вот он именно был вот для таких людей, может быть, как мы, которым не так много надо. И квартиры для таких вот. Мне, допустим, предлагали квартиру на улице Просвещения. Выходишь прямо к морю. Квартира, первый этаж, 16 квадратов. Мужчина сделал ее двухэтажной, то есть он вынес на второй этаж, вынес кровать. Вот как я вообще с коляской могла там развернуться в эти 16 метров. И продавал он это за 5 миллионов. Понимаете, здесь все-таки 25 квадратов. В принципе, что-то можно сделать, хотя бы такой же номер, который мы каждый раз оплачиваем в Южном море. И, ну, в общем, я решила, что я деньги перевожу. Я перевела деньги. Мы подписали все договора. Алайн, то есть через принтер мы обменялись договорами. Каждые три недели мне был отчет. Там что-то делалось. Трактор работал. Вот. Поначалу вообще все было хорошо. У меня все время, в любой момент, все они были на связи. Я со всеми могла поговорить. И с Линдой Геннадьевной. И, да, деньги я перечисляла на карточку Линды. И 50 тысяч, и все оставшиеся в сумме. Ну, в общем, к Новому году я поняла, что... Как-то движется все это медленно. То есть мне все время присылали картинку, что по полю есть дитракт. Значит, в марте они произвели разделение этого участка. Да, кстати, я проверила все по кадастрам. Участок был чистый. Участок был, действительно, только на Шилово. Как мне, значит, объяснили, что Шилово – это застройщик и собственник участка. Вот, дальше они разделяют в марте этот участок на три куска, на три домов, на три корпуса. Присылают на все документацию и присылают такое уведомление о разрешении строительства. И говорят, что это вот они получили разрешение на строительство. Ну, все хорошо, все нормально. Я в мае собираюсь приехать, и в апреле опять ничего не движется. Значит, уже ближе к поездке я звоню Веронике и говорю, Вероника... Да, кстати, было сказано, что деньги я могу забрать в любой момент. Вот в любой, в какой я захочу. Я могу забрать свои деньги. Значит, я говорю, Вероника, ничего, стройка не движется совершенно. Я думаю о том, чтобы забрать свои деньги. И тут вот, понимаете, вот она меня так вот стала уговаривать, что вы, вы поймите, кризис и вот это вся, ну, сводом. И мы очень долго получали разрешение на строительство и вот эти вот все документы. Вот сейчас мы сдаем два дома и сразу всех перекидываем именно на ваш участок. Подождите, вот подождите пока до осени, вы увидите, как все переменится. Вот я приезжаю в мае, я созваниваюсь с ней, опять ничего не меняется. Она говорит, вот все, все, вот сейчас вот посмотрите, вот буквально через два месяца дом будет стоять. И на моих глазах в Южном Зморье, буквально вот за этот месяц, что мы там были, возводят корпус вот такой же точно как бы двухэтажный, очень, почти такой же, как и по планировке должен быть наш дом. Я подумала, да, действительно, как быстро. Причем они его прям за месяц весь обставили и уже все там стали заселять. Я решила подождать до осени. И, конечно, те же самые картинки присылались, но там что-то уже было залито, что-то было, что-то было все-таки сделано. И уже стал возводить несущая стена. Значит, последний раз, это было 27 августа, мне был пришел на отчет о строительстве. И в сентябре отчета не было. В сентябре я вышла, ну, написала, что нет отчета. А, я ей позвонила, сказала, Вероника, нет отчета. Она говорит, да, я была в отъезде, вот сейчас я свяжусь с руководством, сейчас мы все обсудим, какой отчет присылать. И все, значит, все мы вам вышнем, все будет хорошо. Через две недели, даже через неделю, приходит такое сообщение, что фирма закрыта, Юникс, что все брокеры уволены, что все телефоны сданы в этот дел. И просьба не звонить, не беспокоить. И вот будет чат, с вами свяжется, вас никто не бросает, вы не волнуйтесь, значит, сидите и ждите. И, значит, ссылка на чат. Я, значит, выхожу в этот чат, и где уже вижу объявление Екатерины, что все пострадавшие, сдадите, пожалуйста, вот в этот общий чат. В общем, чате я узнаю вещи, от которых, ой, ну, знаете, я это принимала неделю, я принять это не могла. То есть я вот как бы, ну, думала, ну, да, ну, там дом не построят, ну, деньги вернут. Ну, чтобы вот так вот взять деньги, забрать, и, ну, до сих пор в голове, конечно, не укладывается. Вот слышала ваше интервью с Александрой, да, которая вот в игру играла с таком чеком. И вот она сказала, что ощущение было такое, что, правда, кого-то как будто хранилось, невозможно просто объяснить. Потом, ну, это действительно были вот последние, как бы, вот все, что у нас с ней есть. Слава Богу, квартиру в Москве не трогала, не продавала, хотя были предложения, я троялся, как в случае свою квартиру продать в Москве, и мы вам подберем. В общем, ну что, теперь вот группа, теперь вот мы боремся. Теперь, конечно, много вопросов. В чем, вот как они мне говорили, что они мне сделали скидку такую, все. Что здесь, я, конечно, узнала, что у меня не то, что скидка, меня развели там, посему, у меня был 18 ноября подписан договор, значит, мне продали по 100 тысяч квадратный метр. А в это же время другие вот мои соседи, они покупали, ну, по 80, это самое большое. То есть я, получается, и купила дороже всех. Вот. Теперь, значит, такая еще была новость для нас всех. Понимаете, я вроде постоянно вот в регистрационную палату заходила через вот услуги и проверяла кадастровые, и все было хорошо, все было чисто. Оказывается, Шилов, значит, где-то опять же в марте передал все эти три куска на Бабиного. А Бабиного в июне месяце, 6 июня, заложила эти три участка в опасеп. Сейчас у меня, конечно, большой вопрос. Ну, Шилов под домашним арестом, Бабиного под арестом. Конечно, у меня большой вопрос, что вот эта вот передача Шилова, когда почти все договора подписывал Шилов на Бабиного, я считаю, что это можно как бы подавать в суд и признавать недействительными. И опять же тех людей, которые заключали ипотеку с Линдой, вы понимаете, знали все, знала администрация. Большой вопрос администрации, потому что это были баннеры везде, это была реклама, это был большой сайт, такой очень приличный, очень большой, очень красивый, и где были расписаны все ЖК, на какой улице, все эти планировки домов были выставлены. Меня вот это вот удивляет, понимаете, вот этот момент, то как так администрация видела, что там строятся многоквартирные дома, именно многоквартирные, потому что все это на сайте было ясно, и по этим баннерам тоже было ясно, что дом будет многоквартирный, то есть он будет на несколько там квартир, и семей, и это не какая-то там шведская семья. Почему вели стройки, значит, как у нас везде сейчас летают и снимают это все, почему как-то так, что администрация, я даже не знала об этом, у меня это просто вот удивительно, почему только вот сейчас там дома идут на сну, а почему раньше, когда вот они собирались только строить, и это вот ну как бы не запрещалось было. Ведь есть же такое ведомство надзора над этим всем, где оно было, непонятно. В общем, мне, конечно, в этой ситуации очень непонятно все. Мне опять же непонятно, если они хотели нас обмануть и просто собрать деньги, то для чего тогда строить? Для чего, простите, там, в Турции привозить камень для отделки? Ну, какой смысл этого всего? Конечно, мошенничество, мне так кажется, началось в тот момент, когда у них что-то пошло не так. Вот тут они как бы вместо того, чтобы собрать всех, объявить и сказать, ну, так вот мы дом не можем взять, как много квартирный, квартирный, поэтому, ну, давайте как-то либо решать, либо там что-то как-то иначе оформлять этот дом, либо, естественно, должны были вернуть деньги. А они тут стали замешать, понимаете, следы вот этой, вот этой вот именно мошенничества. Они как бы забыли о нас, забыли, что мы давали деньги, свои кровные, последние, они просто стали как бы выгораживать себя вот этими вот передачами в ипотеку зем. То есть на что, понимаете, вот земля передана в ипотеку. Значит, Линда, ну, думала, что она либо условно получит, либо она сухой может выйдет из воды, и опять же земли останутся при них. Ну, это уже очевидно, ясно. Там, конечно, очевидно, ясно, что не они одни придумали эту схему. Конечно, ясно, что за ними стоит определенный человек. И тут понятно, почему-то у ЧК не было денег, они априори у него не должны были быть, потому что он, ну, сто процентов переводил их куда-то, кому-то отдавал, и получал просто как бы зарплату и премию за то, что он работал. Вот. И, ну, много вопросов, много, сейчас все это выясняется. Я здесь, можно на секундочку, я вас прерву, у нас просто, да, полторы минуты, сейчас мы прервемся и заново сделаем, ладно? Я просто хотел сказать для зрителей, да, мы сейчас продолжим, дальше посмотрите, следующий наш ролик, просто у нас здесь лимит по времени, у нас осталось просто минуту, я хочу сказать, что на самом деле у Марины был непростой запрос, и когда я скинул свой контакт, точнее, Марина сказала в какой-то период времени, что, Дмитрий, а мы к вам тоже обращались за покупкой, оказывается, я вас знаю, вот, мой помощник, тоже его зовут Дмитрий, он переписывался с Мариной, и он пытался тоже подобрать им жилье, и мы рекомендовали, бюджет был маленький, я не помню какой там, 2 миллиона или что-то, но бюджет был небольшой, и единственное, что мы на тот момент смогли предложить, это была доля в доме, я не ошибаюсь, доля в доме, и она тоже не подходила, по документам там было нормально все с долей, но были проблемы с, опять же, как с коляской быть, там не было лифта, насколько я знаю, там не было лифта. Очень хороший вариант, очень хороший, и как раз, ну, то он как раз был 4 миллиона, по все вот деньги, за которые я продала дачу, но это был второй этаж. Да, тот, который мы предложили, да? Да, да. Давайте сейчас прервемся, сразу перезайдем и продолжим, хорошо? Хорошо. Давайте. Продолжение следует...